К началу операции на юго-западном направлении на фронте протяжением от Люблина до Устья-Дуная развернулись группа армий Юг и первая танковая группа Клейста. Согласно плану Барбаросса, войскам группы армий Юг, подкомандовая генерал-фельмаршал Румштадта, предписывалось силами танковых и материзованных соединений нанести главный удар левым крылом на Киев, уничтожить советские войска в Галиции и западной части Украины, своевременно захватить переправы над Днепре в районе Киева и в дальнейшем обеспечить незамедлительный прорыв на восток. В то же время перед первой танковой группой стояла задача взаимодействия с 6-й и 17-й армиями прорваться через пограничные укрепления между Равой Русской и Ковелем, форсировать реку Стырь и продолжать наступление в направлении Киева через Бердичев и Житомир. Тем самым, двигаясь вдоль Днепра в юго-восточном направлении, она должна была не допустить отхода оборонявшихся советских частей на правобережной Украине и уничтожить их ударом с тыла. В свою очередь, Киевское направление прикрывал Киевский особый военный округ, преобразованный впоследствии Юго-Западный фронт под командованием генерала Терпоноса. Накануне войны Киевский особый военный округ считался самым сильным из советских округов, так как основной удар немецких войск по предвоенным планам ожидался на Юго-Западном направлении. Именно здесь была сосредоточена самая крупная группировка войск Красной Армии. На вооружении восьмимых корпусов фронта имелось 3695 танков. В целом, Юго-Западный фронт имел достаточно сил, чтобы оказать достойное сопротивление войскам противника. Однако уже первый день войны показал, что эти возможности впоследствии окажутся нереализованными. 22 июня 1941 года в 3 часа 30 минут немецкая авиация нанесла удар по аэродромам, а также по районам среднодчения советских войск. Стоит отметить, что прикрыть аэродром и истребительную авиацию фронта не смогла. Только за первые три дня войны на земле были уничтожены 234 самолета. В 5 часов утра после кратковременной артподготовки немецкие войска перешли в наступление. Главный удар противник нанес севернее Львовского выступа. Первая танковая группа наносила удар в общем направлении в Устилу к Житомир-Киеву. В свою очередь южнее на Львов и Перемышль наступала 17-я армия. В то же время вслед за 1-й танковой группой на ковер выдвигались части 6-й немецкой армии. Сломив сопротивление стрелковой дивизии 5-й армии Потапова, 1-я танковая группа «Клеста» прорвалась на стыках Владимира Волынского и Струмиловского укрепрайонов и выдвинулась в направлении на Эдзехов и Берестечко. В развитии успеха командования группы армии «Юг» во второй половине дня ввело в прорыв на левом фланге 5-й армии в районе Соколя 11-ю танковую дивизию. К исходу дня ее передовые части прорвались на глубину до 25 километров. Южнее в полосе 6-й армии Музыченко германские войска ворвались в Струмиловский укрепрайон. 23 июня 1941 года оборона советских войск на границе была прорвана. Соединения 5-й армии были вынуждены начать отход направлений на северо-восток. Таким образом, в результате удара танковых соединений вермахта, в первый же день войны Юго-Западный фронт оказался раздроблен по линии разграничения 5-й и 6-й армии. Тем временем, вечером 22 июня в штат Керпоноса приходят директивы за номером 3, согласно которой войскам фронта приказано перейти в решительное наступление. Гирштаб решил ударами на Люблинском направлении окружить и разгромить основную ударную группировку противника на юге и в последующем оказать помощь Западному фронту, угрожая правому крылу группы армий «Центр». В процессе обсуждения директивы, трезво оценивая обстановку, посчитали, что масштабная операция по окружению с выходом к Люблину невозможна. Поэтому Керпонос принял решение нанести два контрудара не с целью окружения, а раз крома главных сил врага на этом направлении, на левом фланге, с линии Радзеха-Фрава-Русская на Красностав должны были наступать три мехкорпуса, а на правом фланге для удара из района Верба-Владин Роволынский выдвигались части 22-го мехкорпуса. Представитель ставки генерал Жуков, прибывший в штаб фронта вечером 22 июня, план контрударов одобрил. Организация фронтового контрудара заняла три дня, однако до этого уже успела выдвинуться и атаковать врага часть сил 15-го и 22-го мехкорпусов. Причем в 15-м мехкорпусе действовал один единственный передовой отряд 10-й танковой дивизии. Восточнее Владимира Волынского разгорелось тречное сражение. Тяжелейшие бои шли в районе войницы. Ценой огромных потерь нашим войскам удалось замедлить наступление 3-го материзованного армейского корпуса. По итогам боев была полностью разгромлена 19-я танковая дивизия генерал-майора Семенченко. К исходу 24 июня немецкие танки вышли к реке Стырь, где держала оборону 131-я материзованная дивизия 9-го мехкорпуса генерала Рокоссовского. В это же время в полосе 5-й армии врагу удалось окружить две стрелковые дивизии. В обороне образовалась 70-километровая брешь, используя которую немецкие танковые дивизии стремились на Луцко-Берестечко. Вечером 25 июня 6-я армия фельмаршала Рейхенау на 70-километровом участке сходу форсировала реку Стырь, а 11-я танковая дивизия, почти на 40 километров оторвавшись от главных сил, овладела Дубна. В этот же день командование Юго-Западного фронта приняло решение организовать контрудар всеми имеющимися подвижными силами на окружение 1-й танковой группы Клейста. Это стало началом одного из крупнейших танковых сражений в мировой истории войн. Участвовавшие в нем пять мехкорпусов Киевского особого военного округа, насчитывали 2800 танков всех типов, от легких БТ и Т-26 до гигантов Т-35 и КВ-2. Им противостояли 800 танков ИСАУ, первой танковой группы, из числа которых 450 машин, составляли средние танки Т-3 и Т-4. Решающий роль в разгроме врага должны были сыграть 4-й и 8-й механизированные корпуса. Особенно сильным считался 4-й мехкорпус Андрея Власова. Корпус был лучше всех укомплектован техникой, имел на вооружении 979 танков, в том числе 414 новейших 34 и КВ-1. Однако мехкорпус был раздроблен на части его дивизии, как и части 15-го мехкорпуса Корпезо, к тому времени уже были втянуты в бои на разных направлениях. К утру 26 июня 8-й мехкорпус генерала Рябышева вышел к бродам. Из 858 танков осталось едва половина. Другая половина из всевозможных технических неисправностей и нехватки горючего отстала почти на 500-километровом маршруте. Одновременно шло средоточение мехкорпусов для нанесения контрудара с севера. На этом участке по дивизиям противника, прорвавшимся в район Дубна, должны были наносить удары слабо укомплектованные 9-й мехкорпуса Рокоссовского и 19-й Фекленко, которым еще предстояло преодолеть около 250 километров. В итоге спешка в организации контрудара, отсутствие координации усилий, привели к тому, что вместо клещей, рассекающих прорвавшуюся группировку противника, было нанесено несколько сильных, но не согласованных по времени ударов. 19-й мехкорпус нанес удар первым, и к вечеру 25 июня вышел в район Дубна, где в течение суток продолжал бои с переменным успехом, а затем под угрозу окружения был вынужден отойти. Опоздавший 9-й мехкорпус развернулся вдоль дороги Ромна-Луцк и вступил в сражение только 26 июня. Введя бои с 14-й танковой дивизии, не достигнув своей цели, он также отступил, обеспечивая прикрытие 19-го мехкорпуса. Удары с юга, которые могли бы выправить в положение, также были нанесены несвоевременно. 4-й и 15-й мехкорпуса так и не продвинулись к Дубна. Корпус генерала Рябышева поначалу действовал удачнее и продвинулся от Брода до Берестечка на 10 километров. Однако его успех не смогли поддержать другие соединения. В то же время, выполняя противоречащие друг другу приказы, то продвигаясь, то возвращаясь назад, корпус приблизился к Дубне 28 июня. Его действия против 16-й танковой дивизии были относительно удачные, но выбить из Дубна силы 111-й пехотной дивизии корпусу так и не удалось. Впоследствии прорвавшаяся к Дубне группа Попеля продолжала сражаться в окружении, заняв оборону в районе поселка Верба. Потеряв всю бронетехнику, из окружения удалось прорваться лишь на большой части бойцов 34-й танковой дивизии. 29 июня немцы заняли Броды. Оказавшийся в окружении 8-й мехкорпус, тем не менее, сумел отойти на рубеж Золочевских высот. Стоит отметить, что отсутствие связи не позволяло согласовывать собственное действие с соседними соединениями. Мехкорпус нес тяжелые потери. Кроме того, погиб в бою командир 12-й танковой дивизии генерал Мишанин. Тем временем командование Юго-Западного фронта, опасаясь окружения армии, обронявшихся в Львовском выступе, приняло решение начать полномерный отход. К исходу 30 июня советские войска, оставив Львов, заняли новый рубеж обороны на старой границе 1939 года в 40 километрах восточнее города. В конечном счете, основным итогом контрударов пяти советских мехкорпусов стала задержка наступления на несколько дней танковой группы Клейста, передовые дивизии которой оказались отрезаны от путей снабжения вплоть до вечера 1 июля, а также срыв планов противника быстро прорваться к Киеву и окружить советские войска во Львовском выступе. На 30 июня в танковом сражении под Дубно советские войска потеряли 2648 танков, что составляло 85% от общей численности. Безвозвратные потери в бронетехнике в первой танковой группе вермахта к 5 июля 1941 года составили 85 танков и 200 боевых машин оказались в ремонтных мастерских. Анализируя неудачные действия Юго-Западного фронта, стоит отметить, что основной прийти на несогласованных действий мехкорпусов явилось отсутствие единого руководства этой мощной танковой группировкой со стороны фронтового командования. Необходимо подчеркнуть, что к началу войны Киевский особый военный округ был разорван на три эшелона, что привело к проблемам с развертыванием и своевременным сосредоточением войск на направлении главных ударов противника. Не было четкого взаимодействия, соединения находились в процессе выдвижения и вступали в бой по мере прибытия беззаимной координации. Кроме того, колонны советских войск на марши несли значительные потери однолетов немецкой авиации. Благодаря отличной налаженной авиаразведке немцы точно определяли состав атакующих сил советских войск и направления их ударов. На ходу, создавая объединенные противотанковые группы, они наносили большие потери атакующим советским танкам. По сравнению с немцами советские танкисты проходили крайне ограниченную практическую подготовку. Механики-водители в основном имели не более 2-3 часов вождения. Стоит подчеркнуть, что против выставленных напрямую наводку 88-мм зенитных орудий вермахта оказалось бессильна даже броня новых 34-х ККВ. Кроме того, поражению также способствовало отсутствие средств радиосвязи практически на всех уровнях управления от корпуса до линейных машин. Слабая радиосвязь была причиной опоздания информации, направляемой с линии фронта высшие штабы. Поэтому и решения, которые принимали в штабах, передавались на фронт, зачастую не соответствовали изменившейся боевой обстановке. К тому же немецкое командование учло сильные и слабые стороны бронетехники и использовало свои танки в обороне, сведя на нет все преимущества советской техники. В то же время советский танковый контрудар вынудил командование вермахта ввести в бой резервы, которые предназначались для наступления в направлении Москвы со старой группы армий «Центр». Да и само киевское направление после этого сражения на некоторое время стало рассматриваться немецким командованием как приоритетное. «Центр» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok